Всем самое доброе утро, наверное, оно доброе. В общем, у меня началось всё с того, что я ожидала, что когда-нибудь произойдёт. Я переставляла эти часы песочные, и они у меня упали. Я себе очень сильно поранила палец, сейчас замотала в туалетную бумагу, потому что ни пластыря, ничего нет, аптека ещё не работает. Вот так вот начинаю я свой день сегодня. Так, сейчас надо очень-очень осторожно, конечно, всё это стекло. Здесь убрать, посмотрите, всё, всё здесь и в песке, и в стекле. Вот такие вот дела, так что будьте осторожны. Эти, конечно, песочные часы, это очень красиво, очень классно. Но то, что они были неустойчивы, я всё время об этом думала. А как известно, о чём мы думаем, то мы и притягиваем. В принципе, ничего удивительного. Я тут пока всё убирала. Слушайте, кровь идёт, вообще не останавливается. Сейчас в аптеку пойду за пластырем. На самом деле, ну, как бы ничего страшного, просто очень глубоко. То есть, острый край был, осколка, который впился, но осколка внутри нету. Я его не чувствую. То есть, в больницу ехать я не вижу смысла. Просто очень глубоко попала в палец. И здесь уже, конечно, не могу остановить кровь. Но это хорошо, это отлично. Ну, как отлично, это говорит о том, что у меня всё в порядке. Кровь хорошего цвета, гемоглобин я вижу в норме, железо похоже тоже. И свёртываемость нормальная, нормальная. То есть, нету вот каких-то там угроз, которые обычно бывают после ковида. Видите, во всём надо искать пинцы. А вообще, у меня инсайд только что произошёл, когда вот это всё случилось, когда у меня рассыпался этот песок из этих песочных часов. Что такое песочные часы? Каждая песчинка – это наша с вами жизнь. Это наша секунда, минута, неделя, год. И вот у каждого из нас свои песочные часы, да? И вот которые сыпятся и показывают, сколько там прожили, сколько осталось. И вот я сейчас, когда вот этот весь песочек рассыпался, я его везде убирала. И, конечно же, куда? Конечно, носовочек в мусорку. И думаю, это же как мы с вами на самом деле используем наше время просто для того, чтобы выбросить его в мусорку. Понимаете? Ведь у нас каждая секунда, каждая минута нашей жизни, она наша. Она не вернётся. Она вот здесь и сейчас, она важная. А мы настолько порой неграмотно используем. Ай, выкинули и выкинули, ну и что? И вот так вот вся жизнь идёт носовочек и в мусорку. Носовочек и в мусорку. Не делайте так. Жизнь должна вас радовать не просто так, что у вас счастливый год там или счастливый месяц. Нет, у вас должно быть всё счастливое. Год счастливый, месяц счастливый, неделя счастливая. Прекрасный день, отличная минута, да, там замечательный час. Каждая секунда шикарная в нашей жизни. В общем, видите, сам день показал мне, что же вам рассказать, чтобы видео были с полезным... Такая некрасивая, оторвала. С полезным умыслом, замыслом. Так, мои дорогие. В общем, как видите, настроение отличное. Я не вижу ничего плохого в том, что они разбились. Я ещё раз говорю. Я, в принципе, сама, сама это спрогнозировала и сама это притянула. Потому что я действительно каждый раз переворачиваю эти часы. Каждый раз у меня в голове была мысль, что они очень неустойчивые, они могут упасть. Все наши мысли материальные. Чем чаще особенно мы о чём-то думаем, тем ближе это в нашей реальности. Причём именно, когда это касается чего-то негативного, либо какого-то страха. Позитивное тоже к нам приходит, но там другие немножечко правила. А вот страхи наши, что какой-то негатив, он очень быстро реализуется в нашей жизни. Там энергия немножечко другая, и очень легко и быстро реализовать. Поэтому ничего не удивительного. А смотрите ещё, что тут говорит нам календарик. Это вообще, это просто чудеса какие-то. Большая радость состоит из маленьких наслаждений. Эта счастливая жизнь состоит из счастливых секунд и минут. Вы понимаете? Ко мне ученица приедет через 10 минут. Поэтому всё, быстро делаю себе кофеёк, бегу в аптеку за пластырем и начинаем обучать. Да, для тех, кто не знает, я сильно не рекламирую своё обучение. Ну, давайте порекламирую. У меня есть обучение. У меня есть три курса. Базовый, коммерческий и свадебный. Коммерческий – это сейчас, с этого года, будет полностью теоретический курс по теории бизнеса и по тому, как начать бизнес любой абсолютно, и как его развивать, как мыслить как бизнесмен, как зарабатывать. Этот курс я планирую перевести в онлайн. Планирую, потому что он полностью теоретический. Базовый, там есть практика и теория. Теории тоже, кстати, очень много. Ну и свадебный, там в основном, конечно же, практика. Ну, чуть-чуть, капелька есть теории по психологии общения с невестами, с семьёй невесты. То есть там тоже это надо знать. Вот так вот вкратце я вам рассказала. А ещё с этого года у меня есть платные консультации часовые. То есть вы можете, в принципе, не брать целый курс, взять один только какой-то вопрос, который вас интересует, заплатить денежку за час. И в течение часа я вам отвечаю. Так, ну что, мои дорогие, полпятого, представляете, обычно я до четырёх воскресенья. Сейчас полпятого я только собираюсь выходить. Вот уже оделась, всё, свет выключила в холодильнике. Позвонила я, не узнать, есть ли там чего-нибудь мне перекусить, потому что я есть-то хочу. Весь день сегодня проводила обучение, общались. Девочку тоже Оля зовут, как и меня, поэтому легко запомнить. Вот, так у нас сегодня там история флористики была. На улице холодно, сегодня минус девять, похолодало, все эти снег, который шёл, да. И так интересно, по видео, когда я вам монтировала, реально ощущение, как будто снега очень мало. Но, поверьте, снега нормально нападало, потому что машины действительно буксовали. И, поверьте, я не единственная, ну, можно было сказать, ой, девочка-водитель, что она там понимает. Да нет, я смотрела, как и мальчики-водители, и мужчины-водители буксовали. Так что, да, снега нормально нападало. И у нас ещё трактор проехал, ещё такие бугры сделал около парковки, ещё выехать с парковки, каждый раз проблема. Ну, ничего, всё будет нормально, единственное, что сейчас всё-то замёрзло, но, с другой стороны, хорошо. Он твёрдый, легче будет, не так будет буксовать, наверное, машина. Посмотрим, поживём, увидим. Всё, закрываю магазин, еду отдыхать и монтировать вам видео, чтобы вы посмотрели за вчерашний день. А это тогда ещё буду дальше снимать, продолжать. Ну, может, по крайней мере, хоть дома поснимаю. Потому что здесь, я не знаю, что вам показать, у меня целый день обучения было. Ну, заходили люди, покупали там по мелочам, ну, а с большего-то я была вся вот в обучении. Я уже дома, у меня тут передо мной лежит недоеденная шаурма, завёрнутая в бумажку. Вот здесь вот, вот здесь. И, в общем, Пандора, похоже, на неё пытается охотиться. Пандора, уйди, я тебе не дам, это всё моё. Иди со стола. Эй! Вообще не слышит. Я поздно взяла камеру, потому что, вы бы видели, она с окна, вот именно, пыталась охотиться. Медленно-медленно подходила, а потом пыталась ударить резко лапой. Может, сейчас получится ещё раз? Я заметила, что я снимаю. С учётом, что я её только что покормила. Вообще, я так спать хочу, не передать. И хотела вам показать календарик. Очень сегодня здоровский совет. Напиши письмо будущему себе. Скажите, кто из вас так делал? Хоть раз. Я в прошлом году писала, правда, написала себе в будущее на 10 лет вперёд. Ну, я по-другому писала. Я писала, как будто бы уже прошло 10 лет, как будто я уже нахожусь в будущем. И я писала, привет, Оля, как у тебя дела? В общем, сейчас там, 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 типа, 2030 год. У меня всё хорошо, я живу там-то, там-то. В общем, попробуйте, попробуйте. Очень классная тема, очень классно работает. Плюс для вас хорошо, для вашей фантазии, для вашего списка желаний проработать. В общем, напишите, я советую. Да, такой список желаний, список, точнее, письмо себе из будущего. Так, а теперь, Пандора, уходим отсюда. Уходим. Пахнет едой, а долезть не может. Ну, слушайте, ну, вы видели сегодня мой день, да? Как он начался? В общем, всё как-то кубарем, всё не так, всё не то. И домой приехала, села монтировать видео за вчерашний день. Всё смонтировала, выглядела на YouTube. И пришёл мне страйк от YouTube, что видео заблокировано. И я получила, как это, предупреждение. Нет, не бан. За то, что там, в общем, видео девочки пели. И я это, ну, оставила в оригинальном их, как они пели. Ну, вот, которые в белом пели, девчонки. Но я подумала, что у них такой акцент. Они там, ну, на английском пели. Девочки, как бы, нету такого, знаете, идеального произношения. Вот. Плюс всё-таки голоса, они, ну, как бы, просто девочки поют. И я была уверена, что YouTube это пропустит. Но нет, YouTube это заблокировал. И мне сейчас надо заново перемонтировать видео вот с этим кусочком. И заново его выгружать. И, в общем, всё как-то вот не то, не так. И я сижу, думаю, ну, что за день какой-то вот шиворот-навыворот. А потом опускаю голову вниз. У меня вот эта майка, это моя натильная майка, в которую я хожу. А она одета шиворот-навыворот. И утром сегодня с просония, когда одевала, не посмотрела, что я её одела неправильно. Вот и день наперекосяк. Вывод какой? Перед тем, как одеваться или куда-то идти, проверьте, чтобы вся одежда на вас была одета правильно. И тогда всё у вас будет хорошо. Да, Йонка? А на тебе что, шиворот-навыворот одета? Что на тебе одета шиворот-навыворот? Ничего. Ничего? Значит, у тебя отличный день был? Естественно. Отлично. Ладно, ну что, пошла перемонтировать видео. Яна, сейчас получишь. Какая-то там красивая. Какая заставка смешная. В общем, мне надо вот в этом вот кусочке, где-то там дальше, вот в этом музыку заменить. Вот здесь вот девочки оригинал пели. Вот эти девочки. И, в общем, вот эту музыку сейчас не надо, где они поют, удалить и какой-то другой поставить, но так, чтобы подошёл под это, под их движение и под то, как они рот открывают. Ну, почему? Ну, почему? Давай ты, Йонка, споёшь что-нибудь. Давай ты мне их озвучишь, этих девочек, давай. А вот я сейчас покажу, а ты будешь озвучивать. А я опять не умею, дети, Лес. Нормально ты поёшь. Вот, смотри, я звук убрала. Давай. Я отключаю их, а ты готова? Нет, так ты на них смотри. Давай, поехали. Всё, нет. Всё, нет. Всё, нет. Переместились плавно с вами ко мне в магазин. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Ну, и так как я вчера достаточно поздно вам выгрузила видео за субботу, да, из-за того, что мне надо было ещё, вот, вы знаете, музыку поменять, заново всё загружать. Это достаточно долгое время, много, точнее, времени тратится. Ну, я решила, что, наверное, тогда сегодня буду продолжать. То есть видео за воскресенье, понедельник вы увидите уже когда? Да, на вторник утром. Да, и, в принципе, вчера я немного снимала. Сегодня я уже проконтролировала, насколько правильно на мне одета одежда, поэтому, в принципе, утро было без происшествий. Приехала нормально, причём приехала уже около магазина стояла женщина. Представляете, в 8 утра я подъехала, в 8.15 где-то было. Я думала, ну, зайдёт сразу возьмёт. Нет, сказала, что придёт к 9, согласно графику открытия. Вот, ну, ей там, к сожалению, по грустному поводу нужны цветы. А вообще, что хотела сказать. Вот кофемашину, которую я себе взяла, вот эту капсульную, домой, я настолько привыкла ко вкусу вот этого кофе сваренного из капсулы, оно такое кремообразное, с такой пенкой, настолько вкусное, настолько вот прям пьёшь и наслаждаешься, что я теперь никакой кофе не могу другой пить здесь на работе. У меня здесь и растворимый, есть и молотый, то есть можно и тот, и тот заваривать. А я понимаю, что нет, вот мне хочется такой из капсулы. Так что чувствую, до 14 февраля, либо по итогу 8 марта, надо сюда купить эту кофемашину нам с Мариночкой, сделать подарок магазину. А то, что это магазин, нас радует всё время, а мы его никак не порадуем. Вот мы его порадуем такой машинкой. Как вы думаете, хорошая идея. Тем более, кстати, они же недорогие, поэтому вы, кто вот смотрит, что-то изучает на тему вот этих кофемашин, посмотрите, действительно хорошая вещь. Как я знаю, в Италии сейчас сестра рассказывала, я к ней ездила и сама это видела. Естественно, большинство людей перешли на вот эти капсульные кофемашины. Причём, казалось бы, Италия, там же вообще на кофе помешано, там же вообще гурманы-гурманы. Они, знаете, абы какой кофе пить не будут. Но даже в барах уже можно встретить капсульные кофемашины. Вот, это о чём-то говорит. А вот эти Неспрессо, да, это как раз-таки Италия, Швейцария. Италия в основном на Неспрессо, я знаю, сидит. По крайней мере, что пьёт сестра и что пьют её знакомые, и у неё там на офисе, это всё Неспрессо. Так что да, подумайте. Есть разный там выбор, есть разная ценовая категория, но можно найти такую достаточно простенькую, но которая хорошо варит кофе, и вы будете рады. Я вот сюда хочу такую узенькую купить, она там стоит около 100 долларов. Она такая, как книжечка. Прочи, такая миленькая. Я с ней видела в Пинтресте такие красивые фотографии, вам не передать. Даже, да, оказалось бы, простая кофемашина, но она может быть центром очень красивой и стильной фотографии. Ладно, пойду пить пока невкусный кофе. Смотрите, какой я себе тут уголочек сделала, прямо около батареи. Принесла стол, это вчера, когда мы обучались. Я всё думала, как посадить Олю, чтобы она не замёрзла, но при этом, чтобы ей было удобно писать. В общем, принесла с коридорчика стол, накрыли его, и всё. И вот прямо около батареи идёт достаточно жар, потому что здесь тепло. Она сидела спокойно, записывала. А сегодня я буду дорисовывать эту картину. Посмотрим. Может быть, сегодня всё и дорисую. Для тех, кто также рисует эти картины, кому нравится, вы же знаете, что выдаются обычные такие простенькие кисточки, да, и они со временем начинают пушиться. Очень-очень тяжело им уже начинает, ну, сложно потом рисовать со временем. А мой папа, он же тоже рисовал эти картины по номерам. Я же его подсадила, он пару раз на меня видео посмотрел, и всё, и тоже начал рисовать. И вот он в профессиональном магазине, всё для художников, купил вот такие тоненькие, смотрите, кисточки. Это синтетика, но это вот именно для художников, хорошего качества. И вот они остались. Он ими прорисовывал тонкие линии. Я забрала, и сейчас тоже рисую его кисточками. И так как-то, знаете, тепло на душе, как будто бы папа рядом. Несмотря на то, что у меня всего половина двенадцатого, я уже голодная. В общем, решила заказать в пицце Темпа себе обеденный комплекс. Сегодня у них щи, салат с тунцом, гречка по-купечески. За всё с доставкой получается 15 рублей 30 копеек. Вот только что заказала, жду, должны присылать сообщение, во сколько привезут. Ух, горяченький. Булочка. И гречка. Так, а здесь у меня что? Приборы, наверное, и салат. Так, это точно. Еда должна быть не только вкусной, но и красивой. Тогда она вдвойне вкуснее. Понедельник. Так, здесь у меня щи, здесь у меня булочка. Это я прямо сейчас съем, потому что горячая. Гречка. Если я наемся сейчас щами, то гречка будет позже. И я её поставлю на батарею. Потому что у меня батарея горячая, и она тогда не остынет. Вот, да, рисую. И смотрите, какой красивый салат. Он, естественно, красивый. С тунцом, я вам говорила, да? Они так аккуратно выложили. А салат у меня пойдёт в холодильник. Вот, кстати, можете заодно посмотреть, какие у меня тут цветы. Красивые, яркие. Ох, тюльпаны, анимоны, ранункулсы. Смотрите, практически готова картина. Какая она яркая, какая насыщенная красота. Мне осталось тут рисовать, ну, чтобы вы понимали, вот это вот и вот. То есть это минут, ну, 10. И всё, и будет уже закончено. И я, в принципе, могла бы остаться на эти 10 минут, закончить и спокойно поехать домой. Но мне Дима сегодня привёз от мамы Яну. Яна после школы к маме ездила, а потом Дима её привёз сюда. И Яна уже меня ждёт в машине. Так что вот, 5 минут 9. Пойду тогда, тогда буду выключать всё и поеду. Ну, уже дорисую в следующий раз. Ну вот. И возьму с собой ту картину, которую я вам показала, которую я купила. Следующую буду рисовать. Там, где тигр в фиолетовых цветах. Вообще, белый тигр в фиолетовых цветах. Класс. Видно вам меня? Всё тогда, поехали. На улице так похолодало вообще. Завтра плюс 1, а сейчас минус 9, но по ощущениям все минус 20. Как-то уже очень холодно. Ну, здесь нормально. Здесь, видите, я даже без куртки. Так, просто в жилетке. А на улицу выйти нереально. Слушайте, забыла камеру в рюкзаке. Думаю, что-то мне не хватает. Сидела только что. Делала заказ на 14 февраля. Ну, подняла данные с прошлого года, с позапрошлого. И составила заказ, уже отправила своему поставщику. А потом думаю, дай-ка я посмотрю, а с чего я начинала. Вот не помню, что там самый первый год, что я заказывала. Открыла 2015 год. Поставку на 14 февраля. Продажи на 14 февраля. Кстати, продажи были вообще суперские. Но, представляете, знаете, что там было? У меня там была заказана красная роза, тюльпаны, папоротник, гипсофила, хоризонтема, причем один сорт зембла. И кустовая бэби вроде бы. Не, ну там количество... А, альстромерия еще была. Количество там по 100 штук, там 100-150, вот так вот. То есть, как бы по количеству много. Сам ассортимент, чтобы вы понимали, с чего я начинала. Это самый-самый первый мой вот праздник. Я еще не понимала, как работает цветочная. Я еще не совсем понимала, какой у меня клиент. Вот. Ну, просто забавно, забавно. Но я так села, думаю, так, красная роза, альстромерия, хоризонтемы, тюльпан, гипсофила, папоротник, папоротник, откуда? Вот так. Интересно, может быть, у кого-то остались фотографии букетов, которые я им собирала на 14 февраля. Так вот, вы, пожалуйста, меня не отмечайте, хорошо? Я не хочу это видеть. Вот. Хотя там я уже обучалась у Кирилла Батуры. Я уже, наверное, что-то делала более-менее нормально. Я не помню. А может быть, и не делала еще. Все-таки практика играет свою роль. Можно пройти обучение, но потом надо обязательно практиковаться. И даже ты можешь на обучении практиковаться. Это не то совсем, чем как потом вот со временем, все время, все время, все время набивать руку, расширять свой кругозор, брать все время разные цветочки. Вот. И здесь важнее именно, знаете, не та практика, когда вас учат, сколько та практика, которая у вас уже после обучения идет. Как с вождением. Вас научат. Вам показали основные приемчики техники, да? А дальше уже чем больше будете ездить, тем лучше будете водить. Вот. Как я вам ответила? Знаете, что мне не нравится в этой камере? В той камере у меня экранчик был сверху. И я когда смотрела в экран, то есть видела себя, соответственно, и взгляд мой все равно был направлен в сторону вот-вот-вот объектива. И получалось, что я все равно как будто, ну, не как будто, а с вами разговариваю. А здесь экран сбоку, и мне, чтобы посмотреть в экран, видите, я, получается, отвожу взгляд, и как будто бы уже не смотрю на вас. А мне неудобно. Хотя мне удобнее именно в экран смотреть. Еще вот так. Так что полдесятого мы уже поели. Заказ, значит, я отправила на 14 февраля. В этот раз там такой заказ на немоны, цимбидиум, антуриум, скобиозу, астранцию, что там, ранункулусы, ахровые устомы. В общем, вот такой заказ был. Все такое вкусненькое. Это нацеппиум, это нацеппиум, скимия, мерине, даже названия такие классные, да? Не то, что в 15-м году. Ладно, мои дорогие, наверное, давайте на этом буду заканчивать, потому что буду уже тогда монтировать видео. Завтра с утра куча дел, куча планов. Хотя два плана отменились на завтра, перенеслись на среду и на четверг. Ну, это нормально. Ну, и хорошо. Ну, и тоже все нравится мне. Все, давайте, дорогие. Вам всем классных, продуктивных дней, хорошей недели, хорошего настроения. Мне что мне пожелать? Мне пожелать хорошего сна, потому что я скоро спать пойду. А еще хочу вас поблагодарить за ваши лайки, за ваши подписки и за за донаты, которые вы присылаете в качестве благодарности. Сегодня еще один увидела. В общем, очень-очень приятно. Надо поставить уведомление, чтобы я не сама заходила, смотрела, чтобы мне каждый раз дзингала, потому что каждый раз, когда я вижу новый приход, я сразу же, читая от всей души, желаю, чтобы вам вернулось во много-во много раз больше. И это от всей души, это очень искренне, поэтому это обязательно так и будет. Все, мои дорогие, побегу монтировать и ложусь спать. С вами была Моля, до новых встреч.